Он вышел? Да. Его, знаешь, за ниточки дергает, как будто вывел кто-то. Я вот смотрю, второй есть там или нет. Появляется твой сканер Плеяд в руках, один, два, три, и про сканер пространство вокруг него, если ответственно есть, я его по этим ниточкам притягиваю к биороботу. Это как голограмма. Отлично. Защищаем его физически, биоробот, защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Валерия в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Валерия и этой голограммой поднимаемся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Угу, мы на месте. Хорошо, отправляя голограмму в клетку-тюрьму. Один, два, три. Мы приветствуем Валерия. Интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Да, готов. Хорошо. И я даю команду, значит, три. Сканер начинает сканировать пространство над головой. Валерия под ногами. Находит все. У него бес, стукоп, ящер, гуманоид и спрут. Опа. И гуманоид и спрут. Вот это команда. Хорошо. Предупреждаю сразу всех. Вы находитесь на чистке. Здесь главный я. И здесь действуют мои законы. Если вы будете пытаться воздействовать на нас или лгать нам, или еще что-то, я без разговоров открываю портал в галактическое ядро, и вы уходите на уничтожение в галактическое ядро. Все, кто пройдут чистку и контроль чистки, когда все вытащится, мы будем за этим смотреть и не обманет. Те первый раз уходят на свою чистоту, за исключением гуманоида и ящера. С ним я хочу разобраться, так как они вместе пришли. И цель их визита узнать. Всем понятно? Вопросы есть? Вопросов нет. Хорошо. Переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Валерия спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Выстраиваются каналы, и сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной и патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам, чужеродное по отношению к Валерии. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Устраиваем канал отдельный к этой голограмме. Один, два, три. И возвращаем ей весь негатив, который пошел через нее. Так, Бес, считай герцовку над головой. Семь. Бес, как долго ты находишься в этом биополе? Четыре года. Ты сам пришел или с суккубом? С суккубом. Вы вместе пришли. Суккуб, ты тоже четыре года находишься в этом биополе? Вместе зайти легче. Понятно, что вместе зайти легче. На что вы именно зашли? Бес, я тебя спрашиваю. На что суккуб заходит? Суккуб зашел на свое, да? Да, открыл мне дверь. Открыл дверь. И они в эту дверь зашли вместе с Бесом. Вопросов нет. Хорошо. Следующий, ящер. Считай цифры над головой ящера. 324. 324. 324. Хорошо. Ящер, как долго ты находишься в этом биополе? И с кем ты пришел? Ящер два года. Как произошла подключка? Во сне произошла. Кто бил его в грудь? Кто пробивал его в сердечную чакру? Гуманоид. Гуманоид. Хорошо, переходим к гуманоиду. Гуманоид, откуда ты? Серьезно. Ловец душ? Пока присматриваюсь. Я вижу, как ты присматриваешься. Как долго ты находишься в этом биополе? Год присматриваюсь. Какая твоя цель? Цель душа. Или часть души. Кто из вас бьет его во сне, что у него потом рука болит? Гуманоид. Гуманоид, зачем ты это делаешь? Проверяю. А если я сейчас свой лазер на тебе проверю и сделаю из одного гуманоида два гуманоида? Как тебе это? Понравится? Нет. А если тебе точно такой же удар сейчас в сердечную чакру дам, как ты ему дал, такой же силы, или откат этой боли, как ты среагируешь? Ты ее переживешь? Я сейчас расстановила голограмму. Трудно пробить. Ты пробил. И действовал ты очень грубо, поэтому не знаю, что с тобой сегодня будет. Так, у нас, Вера, как с реверсом идет? От голограммы вернулась? Вернее, голограмма вернулась? Чего, темная? Или еще идет реверс? Реверс пока идет, голограмма вернулась. Хорошо, Спрут, как долго ты находишься в этом биополе? 12 лет. У тебя есть потомство в его биополе? Инкубатор или что-нибудь такого плана? Нет, на сегодняшний день. Понятно. Но ты уже несколько поколений вывела, я как полагаю, 4, наверное, да? Отдыхаю. Понятно. Хорошо, ждем окончания реверса. Готов. Отлично. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Валерий забирает всю чистую и светлую божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капри, возвращает Валерий себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Выстраивая каналы. Канал к этой голограмме. Ящера. 1, 2, 3. И забирая реверсом. На чистоте Валерия все назад идет. По праву. Опиши, Вера. Но голограмма от нее идет по чакрам. Энергии все возвращают. Ящера, тебе не кажется, что ты слишком много энергии брал? Как ты смотришь на то, что я сейчас установлю эту голограмму, активирую и начну тебе делать? Говорит, что синхронизация по-другому не проходит. Нужно со всех чакр подключить, чтобы была возможность управления полным телом. Мне кажется, ты мне что-то сейчас не договариваешь. Потому что мы видели все техники, технологии, которыми они владеют. И это не единственная возможность подключиться. Ты можешь к одной чакре подключиться. Ты подключился ко всем. Да, чтобы управлять в балансе полностью телом. А у тебя есть разрешение на это, скажи мне? На каком основании ты это делаешь? Для тебя законы не существуют? Он тебе давал свое согласие на то, чтобы ты входил в его биополе и делал такие эксперименты? Косвенно. Да? Ну, я считаю, я тебя тогда переложу на свой язык. А я считаю, ты мне дал косвенно разрешение на то, чтобы я тебя уничтожил. Но это так не работает. А почему не работает? А какие у тебя есть доказательства, что ты косвенно? Ты обманул человека. Ты мог только во сне прийти, предстать. Кем ты предстал ему во сне? Расскажи мне. Светом? Святым? Ангелом? Кем ты был? Энергией. Энергией? И что эта энергия сказала тогда Валерию? Впусти меня и ты получишь что? Ты получишь что? Что ты ему пообещал? Энергии получишь. Энергии. Но получил в конце концов ты энергию. Знание энергии. Знание энергии. И ты дал эти знания ему? Поэтому я подключился ко всем чакрам. Чтобы у него было четкое понимание космических энергий. Я сейчас немножко удивляешь. Ты меня действительно, наверное, считаешь за глупого человечка. Я тебе уверяю, это не так. Ему хватало этих знаний. Ты, может, знаешь больше. Я думаю, ты ему вообще никаких знаний не давал. Я открыла ему космоэнергетический канал. Как он думал. И как это отражалось на нем? С этим каналом? Синхронизацией с моей голограммой. Вот. Реверс закончился. Отлично. Хорошо. Реверс закончился. Начинаем тогда с бес. Скажи мне, есть лярвы в биопуле? Человека Валерия? Да, есть. Тогда сделаем так. Ты хочешь попросить меня забрать их? Да, забрать. Хорошо. Тогда выходи сейчас, снимая в первую очередь то, что ты установил на нем. Объясняй, как это действовало на него. И когда ты все снимешь, доложи мне о готовности, о том, что ты все снял. После этого я дам тебе отдельную команду на лярвы. Все понятно? Да, понятно. Приступай. Тяжелые сапоги на него надел. Как оно чувствовало? Как он это ощущал на себе? В поисках был. А куда его приводили эти сапоги? Постоянно. В поисках чего-то он был. В движении был. Пустое движение? Разное. Именно давалось столько, чтобы дальше продолжить двигаться. А, вот как. То есть вы тоже там полностью контролировали еще и физический его план. Понятно. Снял сапоги. Отдашь лярвы? Разрешаю тебе забрать лярвы. Забирай все лярвы и возвращайся назад в клетку. На пояснице лярва. Он там боли должен ощущать был. Готово. Хорошо. Я прошу теперь Сукуба выйти. Собрать все свои ленточки, корсеты, ошейники снять. Все, что он там установил. И доложить о готовности к проверке. Проверка будет, говорю, сразу. Двумя миллионами герц проводится. Если кто-то забыл что-то или оставил в надежде, что мы не заметим. Он просто сгорит по каналу. Надеюсь, это всем понятно. Приступай, Сукуб. У него ремень большой снимает он. Как это воздействовал Сукуб, этот ремень? Что он ощущал? Свяжесть ощущал. Растили лярву. Не слышу. Растили лярву. А, растили лярву. Понял. Все снял. Хорошо. Отлично. Так, теперь я прошу с прута выйти. Снять все свои. Отключиться полностью от его биополя. Отсосать жидкость, которую он там оставил, возможно, и все остальное. Ничего не забывая. Возвращайся и докладывай готовности к проверке. Ползает по шее. Шея, грудь, голова, плечи. Перекатывается. Скажи мне, спрут, как отражалось твоё присутствие на его физическом состоянии? Что он испытывал? По-разному. Какие боли? Опиши мне их. Ты был на голове, ты был на шее, ты был на плечах. Как ты этого ощущал? Когда тяжесть ощущал, когда концентрации не было. Каша в голове? Каша была. Хорошо. Какую ты энергию брал, на каких ты чакрах сидел? Верхняя чакра? Фиолетовая? Связь с космосом и третий глаз. А, ты две забрал чакры. Хорошо. Вытаскивай всё. Готов. Хорошо. Возвращайся в клетку. Я даю команду. На счет три. Всё, что сейчас установлено в биополе Валерия на чистоте ящера, отключается полностью и безболезненно. Все эти подключения, включая внутренний белый свет Валерием, выдавливаете. Всё это выходит, формируется в шар до последнего микрона. Но он подключен к голограмме по чакрам и многим другим точкам. Отключаю голограмму от Валерия. На счет три. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Всё отлетает. Готово. Отлично. Шар большой? Да. Отправляю это в клетку, где находится его голограмма ящера. Один, два, три. И на счет три я включаю ещё раз внутренний белый свет Валерия. И на этот раз мы выдавливаем всё, что находится на чистоте гуманоида. И зависает в воздухе перед Валерием. Готово. Большой шар. Есть что-то? Ну, он плотный такой. Отлично. Отправляю его в отдельную клетку-тюрьму. Один, два, три. Рядом с гуманоидом. Хорошо. Я даю команду на счет три. Начинается рассинхронизация энергии Валерия с энергией битов. Заканчивается автоматически. Готово. Отлично. Я даю скэнеру команду на контрольную проверку. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Валерия. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Подхожу к Валерии, кладу руки на плечи и помогаю ему импульсом высокой эбрационной энергии сжечь все каналы к интерферентам на счет. Три. Один, два, три. Удар. Сжигается все каналы. Отлетают. Открывается портал в галактической ядро. Эти каналы улетают на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Да, есть. Хорошо. Мы закончили. Бес готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. Один, два, три. Бес забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. С того гнева пентаграмма. Суккуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. Один, два, три. Суккуб забирает все, что он с собой принес и уходит на... свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Спрут готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Я прошу Лилии выйти со мной на связь. Лилии, я приветствую тебя. Посмотри, пожалуйста, ситуацию. У меня здесь гуманоид Сириуса и ящер. Один установил голограмму, который тянул по всем... Она в клетке находится. Со всех семи тонких тел тянул энергию. А гуманоид его лупил по ночам в сердечную чакру. У него боли были в руке. И вообще непонятно, что это за ситуация такая. Гуманоид Сириуса ловит с души. Она говорит, что их будут забирать. Да. А все, что осталось от них... Уничтожить. Уничтожить обязательно. Конечно, мы видим этот яд. Я просто для тебя оставил, что ты посмотрела. Она говорит, что мы их забираем, будем разбираться на месте. И у нас где комната геогностики. Да. Со стороны клетки открывает портал. Просто как всегда они забирают с той стороны со стороны клетки. Отлично. Готово. Отлично. Хорошо. Так. И открывая под клеткой портал в галактическое ядро 1, 2, 3, и клетка уходит со всем содержимым на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатай, растворяй. Здесь от синхронизации остались как брызги, капли какие-то. Лучи вытесняет за пределы комнаты. Сжигает. Сжигает, правильно? Готово. Отлично. Все. Чисто все? Да. Поехали по частотам. Готово. Пусть тонкая копия Валерия вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 680. 680. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии до значения 680 Гц. Пошел подъем. Есть. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Валерий, мы закончили чистку. Как вы себя чувствуете? Говорит у меня сильный прилив сил и эмоций. Отлично. Обращаю ваше внимание, что у вас в квартире есть порталы. Эти все сущности пришли из порталов. Поэтому подумайте, пожалуйста, о чистке. Иначе у вас существует опасность, что они или ночью, или днем опять к вам придут. Мы вытащили все, что находилось в вашем биополе. Но кроме того, еще находятся порталы и сущности в вашей квартире. Поэтому подумайте, как от них избавиться. Обращайтесь к нам. Хорошо. Будем возвращать ваш биорубль для того, чтобы энергии перешли на физический план. И синхронизировались. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Валерия в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем. Да, я здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!